Всем привет! Еще один день в Таиланде. По традиции мы вас берем с собой. Пишите комментарии, нравится вам здесь, не нравится. Видите ли вы разницу с тем, что было в Индии? Обязательно, обязательно нам напишите. Мы эту разницу видим и показываем вам. Выездной ресторан называется Макашница. У них есть и плиты, и жир, правда, такого сомнительного качества. Рыба по 100 бат. Жарится все вместе. И рыба, и какие-то сердечки, почки. Целая улица с такой вот едой. Идешь, что тебе нравится, выбираешь, сразу покупаешь, кушаешь. Есть по 50 бат. Рыба как будто. Даже не знаю, на что это похоже. Знаете, что я заметила? Что здесь как-то с вегетарианскими блюдами как-то тяжеловато. Вот мясо, рыба, этого всего полно. Фруктов полно. А вот каких-то овощей такого и нет. Вот все мясо. По 20 бат. Один кусочек. По 50, по 80. Висит. Дайте овощей, дайте овощей. Хочу овощей. Вяленые кальмары наверху. Это кальмар такой? Вяленый. 40, 30, 50. А здесь какие-то сосиски, не сосиски. Что это такое? Сосисон. Сосисон. А это может быть вегетарианское. Сомневаюсь. А что это такое? Яйцо. Яйцо? А, это рыба в соли. Вот видите, все, все, все мясное. На шпажках креветки по 100 бат. Здесь кальмары различные, щупальцы по 200. И здесь жарят для вас. Вот вегетарианское твоё. Да, только фрукты. А интересно, из каких это яиц? А, я вижу перепелиные, да, перепелиные яйца. Как классно. Это блины какие-то. How much? 30 бат. 30 бат. Давай возьмем. 1 евро. Хочешь? Давай. Все спрашивают, что привезти из Индии. Оля купила в Индии новый костюмчик. Называется джамсут. Но там она его не одевала. Потому что там один раз оденешь, потом надо выбросить. А это блинчики такие, да? А, это блинчики такие? Ну что это? Это... Нет, пройдись сначала. Я тебя сниму. Хочет показать джамсут во всей красе. Будешь пробовать? Да, потому что мы сейчас... Перепелиные яйца. Я, кажется, мы сейчас вторые возьмем. Я так люблю яйца перепелиные. Да? Да, они уже позарены. Открывай рот. А теперь я. Жареные перепелиные яйца. Жареные капни на новый джамсут. Что? Так и будем стоять кушать, да? Да. Я сейчас тебя тоже покажу. Виктор тоже одел свои обновки, которые он купил... В Индии. В Индии. Но там их не одевал. Нет. Потому что там один раз оденешь и выбрасывать надо. Так, следующее яйцо. Ням. Кстати, очень вкусно. Ням. Ням. Вы считаете, сколько там яичек мы скушаем на 30 бат. Ну, еще так яйца мы не ели. Прямо на улице яйца жареные. Так, следующий вариант. Так. Люди смотрят. Люди проходят, смотрят, как мы рубаем яйца. Ну, а что сделать, если нет ничего вегетарианского? Есть какие-то блинчики. Ммм. А это Виктор в своем новом наряде. Модель. Все в цветочек, все в цветочек. Мне нравится, когда у мужчины... Два! Два зарубал! Два! Я видела! Мне нравится, когда у мужчины он два, а мне один. Вот, видите, какая несправедливость? Нет времени на медленные танцы. Вы сосчитали, сколько было яиц? На 30 бат. Напишите, сколько их там было. Смотри, моя маечка под цвет кустиков с цветочками. Я не договорила свою речь, пока Виктор там рубал яйца. Мне нравится, когда у мужчин вот принт с цветами. Очень красиво. Видите, вот здесь цветочки, здесь и вот здесь. А это что такое? Это пропеллеры, нет Карлсона. О, как быстро-быстро-быстро закрутились! Ветер, ветер, ветер. Сделано, кстати, из бутылок. Классный парк. Вот дальше можно пойти прогуляться. Детям всякие прыгалки, лазилки. Целый городок. Спортивные тренажеры. Можно позаниматься спортом. А вот первая собака, которую мы встретили в Таиланде. Так же спит, как и в Индии они спят. Разрывает песок, он там похолодней и отдыхает. Здесь еще один массажный салон. Так интересно. Я такого... Вот, еще собака. Я такого нигде не встречала, чтобы прямо на улице. Ну, бывает в Египте там какие-то специальные палатки, где делают массаж. А здесь даже не прикрывают ничем, не загораживают простынями. Просто делают массаж и все. Гамак. Там дальше скейт-парк. Только никого нет. Наверное, это не популярно в Таиланде. Я вот с вами говорю, и мне все хочется сказать в Индии. Если где-нибудь будет проскакивать слово Индия, но это еще мы не перенастроились. Там были все-таки три месяца. Индия поселилась в наше сердце. Парк хороший, только никого нет. Скоро закат. Людей много на пляже. Днем очень жарко. Здесь надо, наверное, днем уходить домой. И потом где-то в 4 часа, в 5 может выходить уже на закат. А днем примерно с 2 до 4 самое пекло. Хоть и пишут, что 32 градуса, но по ощущениям каких-то 35-36. А здесь люди загорают на стульях. Мы такие варианты видели, когда были в Испании. В Аликант. Все приходят со своими стульями. И не лежат на песке, на лежаках, а сидят. Но эти стулья, они трансформеры. Их можно сделать в лежачем положении и в сидячем положении. Вот яйца тоже, видишь? Рыба. Макашница, говорит, переносная. Что за слово макашница? Это... Макароны там делают. Макароны. Здесь много. Много туристов. Паршют запускают или уже складывают. Ну и наскладывают. Может, это у них здесь пикники? Как-то с едой они все. Классно, да? Мы когда были в Аликант, я хотела. Говорю, давай купим два таких стула и домой к себе привезем. Но как его привезти? Самолет не пустят. Будет идти как негабаритный багаж. Классно. Мне нравится. А тебе нравится? Да. Говорит, да. Я от Таи отдыхаю. Вот, здесь надо сфотографироваться. А, но сейчас против солнца будет не очень хорошая картинка. Надо с той стороны. Вот так выглядят эти макашницы. Видите, мотоцикл. Хонда. А здесь приварен стол. Всякие полочки. И вот так они торгуют. Здесь прям очередь выстроилась. Интересно, что продают. Все с деньгами, машут деньгами. Ай, лёд. Мороженое. Мороженое. Не, не хочу мороженое. Виктор хочет какую-то лапшу. Где-то он видел лапша. Кокос продаёт. Манго 60 бат стоит килограмм. Не штука, а килограмм. Получается чуть меньше, чем 2 евро. А это электричество у них вырабатывает, да? Да. Вот сколько много стульев. Но это, скорее всего, не сами люди принесли. А они вот в этом, как бы эти люди, которые торгуют, поставили эти стулья, чтобы ты пришёл, у них что-то купил. И сидел, смотрел на закат. Классно. Вот только в этом месте много собак спят, устали. Номера, бассейн. Один на все эти номера. И один человек там внутри. Один. И сразу море. Некоторые люди курят на пляже. Но я не знаю, насколько это правда или нет. Мы где-то читали, что 2000 бат. Евро. Евро? 2000 евро штраф. Возможно такое или нет? Напишите, кто не первый раз бывает в Таиланде, бывал. Действительно это так или нет? Здесь очень принято. Вот продают эти макашницы еду. В магазинах греют еду. И здесь можно на пляже. Просто вот где-то человек сидит, встретит людей, которые сидят и кушают. Это здесь нормально. И местные, и туристы. Мы вечером ходили на закат вчера. Сидят большими компаниями, ужинают, перекусывают. Пьют какие-то напитки. Здесь бывают дожди. Не так, как в Индии. За три месяца был только один раз дождь. А здесь, говорят, вечерами иногда бывает. Вот, даже видно, что солнце в тучах. Помнишь, Турцию? А что в Турции? Солнце в тучах. Небо в кручах. Горы. Горы, да. Здесь, кстати, похоже, как примерно в Кемере было. Мне вообще вся обстановка, знаете, что напоминает? Ну, это буквально вот первые там дни. Не знаю, как дальше будет. Но сейчас мне напоминает очень, очень, очень Испанию. Сама атмосфера, сама вот чистота, все, что происходит на пляже, очень напоминает Испанию. Много иностранцев. В том плане, что из Испании, из Дании, немцы, англичане есть, с Канады люди были. Очень много, очень много иностранцев. И вот все эти флаги, которые вы видите, это говорят о том, из каких стран люди. Англия, Япония. Когда будете лететь в Таиланд и уже прилетите в аэропорту, много денег не меняете. Мы поменяли всего 50 евро, потому что там курс 33.73, а в городе 36.20. Такси заказываете от того отеля, в котором будете жить, получается дешевле. Если... О, боже, что они делают? Сюда? Куда бежать? Куда бежать? Мы в свой отель приехали за 700 бат, а говорят, что если бы мы брали в аэропорту, это стоило бы 1000 бат. Так что лучше всего заказать в отеле. Они все договариваются там напрямую, и у них получается чуть-чуть дешевле. Что еще жилья хочу рассказать, поделиться своим опытом, может, кому-то будет полезно. Мы когда были в магазине... Что такое? Что они? Дальше потянут? Другого уже. А и другого так быстро перестегнули. Ух ты, побежали. Видите, летают... Конструктором. Как? С земли запускают. В Египте и в Турции мы видели с катера, а здесь, видите, с земли. Ну, жутко. Я бы не рискнула. Мне кажется... О, что он там делает ногами? Посмотри. Так вот, хочу поделиться своим опытом. Может, кому-то будет полезно. Когда мы были в магазине, стояли в первый день, за нами стоял парень такой разговорчивый. Ну, мы искали жилье, я у него спросила. Говорю, а вы не знаете, где здесь можно снять жилье? И, о чудо! Оказывается, он риэлтор. Но немножко он гулял, отдыхал. Мы обменялись телефонами. Я ему сказала, за какую сумму я хочу, допустим, жилье. Он говорит, ой, вы очень мало хотите, это вам не Индия. Ну, мы рассказали, что мы приехали с Индии. Это вам не Индия, здесь за такие деньги ничего не найдешь. И потом вечером он пишет, что да, есть одно жилье, я могу вам завтра показать. Съезжу, повезу вас туда-сюда, локацию прислал. И оказалось, что это совсем недалеко от нас, всего 240 метров. Мы взяли и прогулялись туда. Там никакого жилья не было. Сегодня он уже нам ничего не пишет, уже ему неинтересно. Так что, если кто-то вам говорит, что он вам поможет снять жилье, сильно никому не доверяйте. Потому что ребята все на расслабоне. С утра пивасик, там еще что-то. Потом я зашла в чат, в телеграме. И там тоже ребята предлагают разные варианты. Я посмотрела. Номер в отеле. Написали, какая сумма. 18 тысяч бат плюс 2 тысячи бат он берет за свои услуги. Сначала я как будто и согласилась. Говорю, давайте завтра съездим и посмотрим. 18 тысяч бат на месяц. А потом, знаете, говорю сама себе. 18 тысяч плюс 2 тысячи. 20 тысяч бат. Так я могу за эти деньги примерно поискать на букинге. И это будет уже действительно, если на букинге бронируешь, платишь деньги, то это уже как бы надежно. А этот парень говорит... Ой, боже, опять он летит сюда. Слушай, как он быстро. Ой-ой-ой. А этот парень мне говорит, так вы будете резервировать или нет? Я говорю, ну завтра посмотрим. И в отеле я могу зарезервировать и заплатить какие-то деньги. А он говорит, а если вы не заплатите деньги, то регистрации не будет. Просто аферист какой? Ну вот я тоже, знаете, подумала. Я не хотела. Ну, даже если я аванс ему переведу, а он сказочным образом пропадет. Название отеля он не пишет, только присылает какие-то фотографии. По фотографиям его в интернете найти нельзя было. Так что не доверяйте никому. Не посылайте никому деньги. Наши люди своих не обманывают. Ну да, вот такое мы тоже слышали. Наши люди не обманывают. Но будьте аккуратны. И поэтому мы решили не рисковать, не ждать никаких ребят, парней, платить вперед. Ничего не видя, кота в мешке не покупали. И поэтому мы зарезервировали на букинге жилье. А букинг еще так интересно дает какие-то скидки. У меня там получилось порядка 80 евро скидка. Потом я вам чуть позже покажу этот отель. Мы еще сами в нем не были, только по картинкам. Но он существует. Там люди пишут отзывы, а отзывы говорят обо всем. Есть он или нет. Как там людям было жить. Сколько метров до пляжа. Потому что эти ребята, которые в телеграме предоставляют свои услуги, они примерно точку присылают. Примерно. А примерно это, знаете, километр туда, километр сюда для бешеной собаки. Что это такое? Это ничего. Ну, красиво они здесь вечером, конечно, летают на этих парашютах. Это что-то. Все их фотографируют, как они сажают людей. И тут же, тут же, тут же поднимают опять в небо. Вообще. Ветерок такой, сейчас не жарко. Но закат совсем другой. Не такой, как в Индии. Там они были красные. Солнце такое было неестественного цвета. А это едет джип, заберет сразу четыре водных мотоцикла. Играться не будет. Но их здесь очень много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Только я насчитала. А еще сколько их там, с той стороны. Популярно, популярно. В Индии вообще. Только у спасателя был один водный мотоцикл. Движуха, я говорю, напоминает очень. Очень напоминает Испанию. Такой европейского уровня курорт. Смотри, это улица. Какая улица? Патонг-Бич. Патонг-Бич? Какая-то улица. Знаменитая улица. Где вечерами проходит все. Ой-ой-ой. Только не на голову. Только не на голову. Сели. Только прилетели, сразу сели. Девушка и парень. О-о-о-о, живые. Спасибо, что живые вернулись, да? Классно. Солнце садится за гору. Все, нету. А здесь готовят двух девчонок. Ой, боже мой. Давайте. Короткие девчонки. Да. Так, жилеты. Сначала обвязки, потом жилеты, если вдруг в воду свалишься. Мне кажется, они не спасут или спасут? Самое главное, страховка. Вы когда едете, вы делаете страховку? Ну, вот в такие страны. Я с кем-то разговаривала. Говорят, нет, мы не делаем страховку. Я говорю, а если, не дай бог, что? Ну, вот, говорит, мы без страховок. Люди рискуют. Так. Еще ребята рискят. Здесь один и один инструктор. Мы нигде не встречали, чтобы был инструктор. Мне кажется, два круга делают, и все. Продувает мотор. Что он делает, непонятно. Мотор продувает. Мотор продувает. О, как все быстро происходит у них. Ой, они полетят, а у меня сердце дрожит. Надо же все рассчитать. Килограмм девчонок. Какой длинный трос. А где мальчик, который с ними полетит? Или они вдвоем, без мальчика? А, вот этот. Неужели поедет? Она с ребенком хочет над тросом пройти. А, кошмар. Так, парашют готов. Девчонки готовы. Самое главное, никогда не мешайте. Вот там женщина стоит, снимает. Очень близко. Побежали, побежали. Ой, 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 ой. А он без страховки, он просто руками держится. Да. Там за автобусом море, променад с уличной едой, а с этой стороны дороги кафешки. Их очень много стоит. Много людей, которые зазывают в свои кафе. Зайди, зайди. Именно в мое кафе. Около всех кафешек меню на улице. Можно подойти, посмотреть, что, сколько стоит. Вообще, что у них есть, какое меню. Вот, две тортили с авокадо, 220 ватт. Часы, очки, фирма. Но я думаю, если на улице продают, то это точно не фирма. Вот так же, как и эти сумки Гуччи. И здесь есть уличная еда. Вот, прямо здесь она жарит. Кокосы. А здесь уже манго по 80 ватт килограмм. Интернет у них 5G. Я пока не покупала карточку. В аэропорту было очень дорого. На месяц безлимитный стоил около 50 евро. Какая-то нереальная сумма. Говорю, на пляже мне не надо, а в отеле и есть Wi-Fi. Буду пользоваться в отеле. Здесь вот можно заказать таких креветок. Вам их пожарят. Рыба живая. Взвесят и скажет, сколько это будет стоить блюда. Типа циновки со слонами. Я же свою сумку выкинула, которая у меня была в Индии. Хорошая замена. Блинчик, а внутри яйцо. И еще у них очень популярно с бананом внутри. Это мороженое. Это мороженое? Да. Да, я думала, блин жарится. Нет, вот это мороженое. Точно, вон она делает с бананом яйцо. А потом туда банан порезала. Два банана. Как красиво, вкусно. Вот не знаю почему, но здесь у меня нет такого страха перед уличной едой, который был у меня в Индии. Здесь, посмотрите, они в перчатках. Женщина работает. У нее есть фартук. Тесто. А, ух ты. Как она его бьет смело. Все, блин готов. Одноразовые тарелки. Там всякие салфеточки, бумажки, ложечки. Все это дают. Выглядит очень красиво, аппетитно. Точно не знаю, какая цена. Вроде бы в районе 200 бат. Или меньше. Масло. А, еще один блин на масле будет жарить. А цена? Вот здесь цена 80, 60, 60. Кстати, недорогие эти блины. В районе... В районе... Да. 100. 100-120. Как громко у них везде музыка. И из такси, и из кафешек. Вот это едет такси, его просто не перекричать. Везде чисто, тротуары. Никаких коров нет, лепех. Можно ходить смело, с закрытыми глазами. Коробочку в одноразовую. Что-то с кальмарами 100 бат, с креветками 100, с курицей 90. Вегетарианских нет. Вот только вегетарианские всякие блины. Нарезают на такие кусочки, и ты можешь идти прямо кушать по городу. Поливают чем-то соусом. Пожалуйста. Ребята. Сыр с яйцом 80. Сыр с яйцом. Палочками будут ребята кушать. Взяли одну порцию на всех попробовать. М-м-м, как вкусно. А вы пили настоящий гранатовый сок. Я пила в Турции. Он очень-очень кислый. А здесь нарезаны разные фрукты. А это маленькие-маленькие ананасы. Мы вчера покупали только нечищенные, а сами купили и дома порезали, почистили. И вы представляете, сколько уличной еды. Все это там одноразовые тарелки, неважно, бумажные, пластиковые палочки, которыми люди кушают, в мешочки кладут. И нигде, нигде абсолютно нет мусора. Люди поели, подошли к мусорке и выкинули. Чисто. Мусорки есть. Индусы, индейцы. Учитесь. А, это им был посыл, да? Да. А в Индии бы сразу все на землю кидали, кто-нибудь Саберева. А здесь уже какой-то помпезный ресторан с белыми скатертями стоят официанты. Тоже вот плавает рыба. Можно показать, какую вы хотите рыбу, какого хотите краба. И они вам его приготовят. Сто грамм, двести двадцать пять, сто пятнадцать. А это что такое? А, это крабы. А, здесь кальмары. И живые вон крабики. Витрину готовят. А это будут какие-то бои. Кто-то с кем-то будет драться. Здесь тайский бокс. Пятого, двадцать четвертого. Тайский бокс. У них это очень-очень популярно. А здесь, ребята, мы пришли на такую улицу, которую закрывают каждый вечер. Называется Патонг-Бич, Пукет, Таиланд. Кто-то говорил, что это улица разврата. Но знаете, что самое страшное? У меня кончается телефон. У меня осталось совсем чуть-чуть зарядки. Поэтому все это мы вам покажем в следующем видео. На сегодня, наверное, хватит. А я в Таи отдыхаю. Тут совсем не Индия. Подписываемся на канал. Лайки ставим. До скорой встречи. Пока-пока.